привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнее видео пойдет о сеянцах эустома катарантуса и бальзамина какие манипуляции я буду проводить с этими сеянцами продолжение этого видео перед вами катарантус и если присмотреться можно увидеть что всходы появляются неравномерно некоторые уже сформировали хорошую пару семидольных листочков и начинает появляется начинает появляться первая пара настоящих листиков а некоторые только только показывает своим маленькие еще не раскрывшиеся листочки то есть только появляются такие белые ниточки росточки и конечно же вот такую всхожесть держать под укрытием неудобно некоторым уже нужен воздух таким как имеют листики и уже дают свою настоящую листовую пластину а некоторым нужно укрытие то есть парниковый эффект чтобы быстрее раскрылись про ключ проклюнувшиеся семена и так что я буду делать я буду переносить аккуратно те росточки которые дали свое развитие уже полноценное водильные плошечки приготовила грунт грунт из покупного грунта травита живая земля сюда добавила торф нейтрализованный и агроперлет пересаживать буду вот такие плошечки даже вернее вот такие готовые контейнеры небольшие в этот контейнер я буду переносить по два растения и аккуратненько поддевая корешочек вы знаете уже хорошо зацепился чувствую корешок надо так чтобы вы посмотрите как хорошо уже развился аккуратно заглубляю в это отверстие так здесь немножечко придавим и перенесем соседний у катарантуса очень длинные корни которые хорошо нарастают в глубину поэтому медлить не надо и ждать пока сформируется такой большой кустик поэтому переносим как только позволяет уже листовая пластина есть два листика 34 все уже срочно надо пересаживать и проливаю обычного водичкой ничего сюда не добавляла не не стимулятор роста ничего точно также буду поступать сейчас с остальными катарантус очень легко вырастите собственных семян его выращивание первый год по поводу черенкования в воде и в субстрате мне не удалось его укуренить черенки я имею ввиду они мне сгнили но плошечка стоит одна в в агропиролите пока что не укоренились но живые здесь у меня семена собственная которая собирала из своих растений часть семян в этой ложке и семена посевы которые я заказывал в интернет-магазине об 6 точка ру по схожести одинаковые что свои семена которые собрала что новая расцветочка новый сорт которая заказала в интернет-магазине об 6 ссылка на магазин будет под этим видео также закреплю в первом комментарии можете пройти посмотреть там тоже можно заказать катарантус и не только катарантус а много других растений этом заказывала и бальзамин который позже покажу и устому точно так же проливаем так что заходите выбирайте так следующее получилось 5 контейнеров по два растения но остальные пассивы я сверху сделаю опрыскивание и накрою крышка поставлю далее для проращивания под досвечивание и вот так таким образом когда они будут сходить раньше некоторые позже уже развитые буду пересаживать в отдельные емкости чтобы все же внутри под колпачком находились не пророщенные или не полно развитые сеянцы ну что друзья теперь хочу показать вам свои всходы бальзамина но бальзамина ампельного принципе такая же ситуация как у катарантуса то есть схожесть есть семена проклевываются я думаю будет стопроцентная вижу всхожесть тоже семена от интернет-магазина об 6.ru и вот немножечко разовьется еще покажется настоящие листья кроме семидольных конечно я тоже его отсажу пока что не находится у меня вот такой крошечки под укрытием каждый день проветриваю спасибо был поверхностной на данный момент сеянцем 9 дней ну и сразу хочу ответить вам на часто задаваемый вопрос почему и так рано сею бальзамин так как его развитие она быстрая то есть бальзамин быстро растет развивается и конечно за тот период с момента посева который я произвела в этом году и до высадки в открытый грунт либо в кашпо в горшок будет большое взрослые уже почти растение друзья сею рано для того чтобы сформировать маточный костик и с него брат черенки то есть для черенкования мне надо по максимуму взять будет черенков с этого красивейшего ампельного растения на теперь друзья сделаю вам обзор своей устомы и устома очень хорошо всходит это наглядно видно меня это радует очень если какие-то семена не проклёвываются я вам снимала видео я приоткрываю гранулку так как бывает гранулах твердая оболочка на данный момент почему я показывал хочу ответить был вопрос в комментариях нужно ли подками потому что многие блогеры снимают видео уже на такой ранней стадии на маленькой совсем как только взошли подкармливают кальциевый селитр друзья это делаю позже я обязательно покажу на какой стадии я буду выносить подкормку такие маленькие я не подкармливаю посмотрите в основном всхожесть очень хорошая на такой стадии я могу сделать опрыскивание стимуляторами ростами и роста чередуя допустим подсох верхний слой субстрата я делаю опрыскивание водичкой следующие опрыскивание когда подсохнет я буду делать стимулятор роста либо hb101 или nv101 как его называют либо энерген то есть я чередую водичка hb101 водичка энерген потом может быть пропущу какой-то период времени только водичка делаю опрыски нет то есть я пока что на вот таком развитии работаю со стимуляторами роста вода и стимулятор роста но потом когда уже появится настоящий листик у меня начинаются другие подкормки но это обязательно будет на моем канале я обязательно сниму все видео и вам дословно расскажу и покажу ну вот в принципе все что хотела показать рассказать понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю здоровья удачи и до новых встреч до новых интересных видео всем пока пока